Микс Ньюс Радио Болтком. Программа «Абонент» доступен. Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент» доступен. В студии работают Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. С нами на прямой связи. По скайпу сегодня политолог, американист Малин Дудаков. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Код Латвии плюс 371. Звоните. Также пишите в WhatsApp 230-6191. Продолжаем. Мы говорите о выборах в США. Уже не первый день. Следим за президентской гонкой, которая, кажется, уже все-таки подходит к финишной прямой. Ну, в пятницу, по всей видимости, уже ожидаются какие-то итоги. Что вы думаете? Ну, ждем, конечно, да, вот эти три дня до выборов. Возможно, это будет пятница, возможно, раннее утро субботы. Ну, надеюсь, в выходные в понедельник, да, все станет уже ясно и прояснится. Вот, правда, потом стартуют различные судебные баталии, потому что Трамп уже объявил, что он будет пытаться пересмотреть итоги выборов в Штатах Среднего Запада. Будет обращаться в то, чтобы это манулировали бюллетени, которые были получены в очередных последних выборов. Вот, поэтому, конечно, эпопея с таким вот судебным процессом, она может продлиться еще много недель. А здесь нужно понимать, потому что вообще есть время, то есть дедлайн 40 дней по Конституции США. Вот через 40 дней после выборов должно состояться голосование коллегии-выборщиков. Это, там, середина декабря, 14 декабря. Вот, соответственно, до этого момента желательно, конечно, уже разобраться со всеми судебными делами и закрыть результаты во всех Штатах, и персифицировать их. Вот, ну, как бы, если они будут всплывать, я бы мешает себе Комный суд, как это было в 2000 году во Флориде. Вот, но я надеюсь, что, как бы, там, все-таки конечный результат мы все-таки узнаем уже, там, в ходе одной вот этой вот проходящей и уходящей недели. Ну, может ли быть сценарий такого двоевластия в Соединенных Штатах Америки? Ну, по сути, оно сейчас и происходит, когда оба кандидата объявили о своей победе. Соответственно, Трамп не признает итоги выборов, объединяя демократов в классификации, в том, что они сейчас вот забросали довольно странным образом, там тоже много вопросов, вот эти вот самые бюллетени, полученные почтовым путем в рисунке и вичигане, и, соответственно, таким образом смогли обеспечить Байдену преимущество. Вот, то есть очевидно, что Трамп не будет признавать своего поражения, скажем, что его выборы украли. В данном случае, конечно, будем ждать решения судов, в том числе Верховного Суда, ну и голосование коллегии выборщиков. Но ситуация довольно шаткая, конечно, и, по сути, на наших глазах мы наблюдаем такой комиссионный кризис в США. Ну а сколько вы считаете вообще справедливым заявление Трампа о возможных фальсификациях с помощью почты, поскольку, насколько мы понимаем, по почте в Америке многое делается и многие документы передаются. В целом это такой популярный способ. Нет, ну мы понимаем то, что на этих выборах шло вот это массовое почтовое голосование, где там тоже было много скандалов. Например, там до выборов многие избиратели получали по 5-7 бюллетеней, например, за всех своих бывших владельцев недвижимости. Да, то есть очевидно, что это не нормальная ситуация. Ну и сейчас, конечно, вот, например, вот в Висконте и Мичигане там какая ситуация была. В день выборов там вел Трамп за счет очень большой явки республиканцев в сам день голосования, которая перекрыла почтовые бюллетени, пришедшие до этой войны. А потом там на 4 часа зависла система почета голосов. Когда она развисла, оказалось, что вот за Байдена добавили кипы бюллетеней примерно после 30-180 тысяч в обоих штатах. И там, что интересно, все 100% бюллетеней были за Байден. Да, то есть, ну, конечно, наверное, есть теория, вероятность, что так и произошло. В Висконте это вот там такой замечательный Украин, куда входит печально известный Детройт. Но, тем не менее, кажется, все очень подозрительно, поэтому будут пытаться разобраться, что это за бюллетени, почему там 100% за Трампа и откуда они появились. И сейчас, как раз, это тоже довольно много вопросов вызывает, то, как проходит процедура голосования, вот процедура по счету голосов вот этих самых почтовых бюллетеней. Вот в Вичигане, там, в Детройте, буквально уже какие-то вот такие участки баррикадируются, там не пускают наблюдателей ни откуда-то, вот только запускают какие-то грузовики с мешками, с бюллетенями, которые они продолжают почитать. В общем, ситуация, конечно, очень странная. Вот, ну и, в общем, понятно, что Трамп не верит, потому что это все честно и будет пытаться оскорить результаты выборов. Что касается коллегии выборщиков, потому что это такая уникальная история, американская избирательная система, то есть мы помним, что Хилари Клинтон набрала в сумме больше голосов, чем Дональд Трамп, но, тем не менее, она проиграла по выборщикам. Вот какие сюрпризы возможны на этом этапе, в этой гонке президентской? Нет, ну, Байден обходит Трампа 100% по голосам избирателей, по выборщикам, я думаю, что в итоге, наверное, тоже обойдет, то есть здесь, наверное, шансов у Трампа на победу осталось совсем немного, то есть там есть какой-то фантастический сценарий, ну, не фантастический, но маловероятный сценарий, где Трамп все-таки удается удержать вот три штата, которые пока не объявили, но где там в Криде, это Пенсильвания, Северная Каролина и Джорджия. Вот в таком случае у Трампа там 267 голосов выборщиков, 268. То есть вот тогда, возможно, если он побеждает где-нибудь в Иваде неожиданно, то он все-таки сможет вырваться вперед. Но, опять же, это такая довольно, ну, не совсем вероятная ситуация, потому что много если, если, если. Вот выборщики, они обычно голосуют так, как проголосовал их штат. Да, то есть иногда бывают прецеденты бесчастных выборщиков. Вот и, конечно, если Байден или Трамп обойдут друг друга с небольшим перевесом, то будет оставаться небольшая интрига. Да, то есть там, может быть, например, половина выборщиков Висконсина скажет, что мы не верим результатам голосования и поддержат Трампа, например, выступать. Да, то есть такая ситуация реальна. Но, тем не менее, как бы, все-таки они должны голосовать, как проголосовал их штат. Поэтому посмотрим, посмотрим. Вот, но в штатском году там не было особой интриги, потому что отрыв Трампа от Клинтона по выборщикам был очень большой, то есть там 306 на 232. Сейчас отрыв, видимо, будет минимальный, поэтому, конечно, интрига может не оставаться. Ну вот все-таки, если немножко углубиться в эту систему, выборщик, когда они собираются на коллегию, он может, условно говоря, высказывать свое мнение, если он не согласен с мнением большинства проголосовавших в его штате? Или он лишен такой возможности? Вот как эта система вообще работает? От штата к штату зависит. То есть везде по-разному. Но в некоторых штатах голоса выборщиков, которые неправильным образом отдают свой голос, они их просто аннулируют. А в других штатах эти голоса учитываются. Но там есть некоторая санкция. Например, в Месоте там какой-то штраф дается бесчастным выборщикам. Вот где-то никакого штрафа даже нет. То есть они могут голосовать, как им сдумывается, но просто есть лица, что они должны поддерживать того кандидата, который победил в их штате. Поэтому здесь, конечно, в каждом случае есть местные законы. Но если говорить о выборщиках, для чего вообще нужна вот эта двухуровневая система? То есть люди голосуют, затем выборщики, коллегия выборщиков и так далее. То есть почему это так устроено? Ну потому что так исторически сформировалось. Америка любит ставиться своими традициями. Нужно понимать то, что в США изначально во многих штатах не было прямой системы выборов. То есть там голосовали только выборщики. А их избирал местный конгресс. То есть массовое уже голосование избирателей началось только вот примерно 20-30 годов XIX века. Вот для того, чтобы отменить коллегию выборщиков, нужно менять конституцию. Это почти нереально. То есть там очень длинный процесс. Получить поддержку в трех-четвертых штатах и потом две-третьих голосов в Конгрессе. Вот поэтому коллегия выборщиков остается как такой вот рудимент американской демократии, формировавшейся в XIX-XV веке. То есть получается, что это архаизм все-таки, вот эта история с выборщиками. Ну, конечно, это архаизм, да. То есть точно так же, как и другие аспекты. Ну да, это вот просто, ну, как бы вот такая традиция, которая у меня не остается. 672-12-93-9, 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Звоните, пишите также в WhatsApp, задавайте свой вопрос. Ну, мы знаем, что обычно республиканцы и демократы конкурируют между собой, кандидат одной или другой партии становится президентом. Но ведь на этом, на самом деле, не ограничивается предвыборная история, потому что есть и независимые кандидаты, там Каневест, в частности, признал свое поражение. Вот насколько заметны другие, скажем так, кандидаты, которые не выдвигаются от одной из двух главных партий американской? Нет, ну, они могут быть заметными, но они набирают немного количества голосов. То есть, там, Каневест набрал, буквально, чуть-чуть на десятки тысяч. В штатском году, действительно, вот поддержка третьих кандидатов была максимальной за очень долгое время. Там, Дэрик Джонсон и Либертарианск получили 4%, зеленый – 1%. Вот на этих выборах, конечно, да, у них очень маленькие количество голосов и за них, потому что, ну, как бы, вот, все голосуют за своих, да, то есть, такая поляризация общества, полу, страна, за Трампа, полу, за Пайтона. И, в общем, третьим кандидатом почти ничего не остается. Вот, но, конечно, в американской истории были прецеденты, когда третьих кандидатов набирали много голосов. Я вспомнил Тедди Рузвельта, он в каком-то году избирался, в 12-й год, в очередной раз, да, там, или, я не знаю, вот, Росфинго, но в 92-м году получил 16%. Как же быть, это такая редкость для американской политики? Ну, двухпартийная система, то есть, может быть, этот вопрос покажется наивным, но все равно, мне кажется, возникает у многих. Почему не появится третья сила? Почему тоже, опять же, дань традициям только республиканцы и демократы на протяжении столетий уже, в общем-то, эти партии? Ну, потому что нужно понимать то, что вот в мажоритарной системе, англо-саксонской, она, как бы, всегда приводит к тому, что, например, эти две сильные партии, другим сможем конкурировать. Многопартийная система, она есть в странах с пропорциональным избирательным процессом, где все партии пропорционально получают места. В Америке страна мажоритарная по округам, по штатам, поэтому там всегда, конечно, идет вот склонение к тому, чтобы было только две партии. Не только в Америке, да, так и во всем Англии. То есть, если во всех странах англо-сферы, там и Канада, и Великобритания, я не знаю, Новая Зеландия, Австралия точно так же. Ну, сообщается о том, что эта явка на выборах стала рекордной. Чем вы можете это объяснить? Ну, явка стала рекордной, потому что, очевидно, было массовое почтовое голосование. Людям массово высылали бюллетени, люди голосовали. Вот отсюда и явка такая рекордная. В некоторых штатах, типа Висконсина, там вообще проголосовало больше, чем зарегистрированные избиратели. Это тоже, конечно, вызывает некоторые подозрения в том, что откуда могли появиться такие голоса. Да, штаб Трампа как раз заявил, что планирует оспаривать пересчет именно в Висконсине. Вчера мы как раз следили за тем, что происходит, и об этом сообщалось. Да, я напомню, что нам можно также звонить 672-12-93-9, и 672-13-93-9. Политолог и американист Малик Дудаков у нас в прямом эфире. Говорим мы о выборах в США. Да, но если все-таки допустить, что Трамп проигрывает эти выборы по выборщикам и по общей явке, вот насколько велики его шансы в суде? То есть может ли он в таком случае сохранить свой пост? Ну, я думаю, что шансы, конечно, не очень высокие. Здесь нужно понимать, что отрыв Байдена за счет почтового голосования стал таким большим. Вот рискованство и мичигане, что там буквально придется все-таки тысячи бюллетеней аннулировать, чтобы этот отрыв убрать. Я в это не очень верю. Хотя, ну, все равно в суд нужно идти. В суд нужно идти, потому что если там опять ускроются элементы пассификации, это будет удар по легитимности Байдена, и он от обвинения пассификации в выборах уже никуда не уйдет, а не будет продолжать его преследовать весь первый год, весь первый суд после президента. Поэтому для Трампа, конечно, в любом случае это выгодная позиция, там не сдаваться и идти до конца, надеяться на чудо и хотя бы там, ну, как бы ударить по репутации Байдена. У нас есть звонок, слушаем вас. Добрый день, извините, Янис. Очень большой, как бы, дилетант, наверное, в политике, тем более в американской, но вот сколько я смотрю, когда Трамп приходил, как бы, к президенту, он говорил больше такие, как бы, с нашей стороны, вот латвийской, наверное, сказать, не нацистские, а националистические такие лозунги, что вот, как бы, все для народа, все для американцев, мы там будем машиностроение, то-то-то, вроде как бы на свой рынок. И получается, что он, как бы, забил, скорее всего, ну, такое грубое слово, забил на внешнюю политику, остался в внутренней политике. Ну, не будем сравнивать, там, Россия, вот Россию, наверное, можно похвалить за внешнюю политику, как она себя агрессивно ведет, но внутренняя политика, там, правда, бездарная. Вот, вроде, из-за этого, мне кажется, он тогда и выиграл эти выборы. Сейчас, почему? Он не оправдал надежд вот этих вот, люди же те, которые тогда за него проголосовали, сейчас не стоит кандидат против него гораздо сильнее. Вот, тогда получается, что он внешнюю политику свою проиграл какому-то, как бы, Байдену, который вообще ничего не сделал в ней, да? Можете вот это как-то разъяснить? Да, спасибо вам. Нет, ну, конечно, у вас тут не совсем правильная точка зрения, потому что внешнюю политику Трамп как раз считает, что она была у него главной выигрышной, да, там, сколько всего сделал, там, замерял Израиль с внешним миром, там, не начал ни одной новой войны на Брюссоне, востоке, уйдет войска из Афганистана. То есть, он, в принципе, довольно много вещей добился, которые, ну, может, гордиться там, объективно. Пытался помирить с Северной Кореей, хотя здесь, конечно, для него очень все хорошо у него сложилось. Ведет торговую войну с Китаем, кстати говоря, да, тоже вот как раз спасение внутреннего рынка. Вот я думаю, что, конечно, Трамп проиграл, технологически он провел неплохую кампанию, но вот в реале к такому массовому голосованию вот он не смог справиться. Так, то есть, он направил, на самом деле, дополнительные голоса во всех штатах, то есть, он получил больше, чем было в 2016 году, вообще везде. Вот, но демократы за счет почтового голосования мобилизовали за своих избирателей и смогли вот на счет этой новой явки, большей явки, да, смогли привести тех, кто не голосовал ранее и, в общем, вот, ну, скорее всего, да, мы понимаем, лишить Трампа вот наста президента США. Если еще о внешней политике, если говорить, да, есть мнение о том, что в Латвии симпатизируют в большей степени Джо Байдену власти, но в случае победы Байдена каким-то образом изменится отношение со странами Балтии у Америки? Ну, я сомневаюсь, что там будут большие изменения, хотя, ну, посмотрим. Вот, я думаю, что, конечно, да, наверное, будет больше упор на Украину, которая вот Трампа не особо интересовала, вот Байдена будет интересовать, да, и попытка переориентации на Евросоюз. Вот, наверное, самое интересное в внешней политике Байдена, что же он будет делать, ну, опять же, если он побеждает, порядка побеждает, да, что же он будет делать с Китаем? Потому что, с одной стороны, он, как бы, всегда был таким миролюбивым, голым прям в отношении с Китаем, но Трамп открыл окно Авертона в плане борьбы с Китаем, и, конечно, Байдена будет очень сложно закрыть. Поэтому здесь вот, наверное, будет самый главный такой вот вопрос внешней политики Байдена, что же у него там с Китаем произойдет. Ну, вот интересно, возвращаясь к внешней политике Трампа, может быть, уже многие забыли, но Трамп ведь нередко обвиняет в такой непредсказуемости, и убийство генерала Сулеймани, лидера, страж исламской революции, чуть не поставило мир на грани большой войны, потому что там потом, судя по всему, была разыграна такая шахматная партия, Ирану дали возможность сохранить лицо, ударить по американской базе, предварительно убрав оттуда технику и живую силу. То есть вот эта непредсказуемость Трампа, который, в общем-то, наверное, в истории Сулеймани, он вышел победителем, потому что Сулеймани был устранен, хотя долго не решались это сделать, и к войне это не привело. Вот как можно оценить эти вот конкретно такие исторические моменты? Ну, да, я думаю, что, конечно, наверное, для него это была выигрышная история для своей внутренней аудитории и американской повестки, внутриамериканской повестки, но нам нужно понимать, что, конечно, победа Байдена, она будет, ну, скажем так, означать возвращение Америки более такой вот той внешней политики, которая, наверное, имелась за второй срок Обам. То есть она будет, наверное, менее хаотичной, более такой вот мейнстримовой, более традиционной, потому что там всем... Ну, опять же, вот внешняя политика Трампа, она во многом завязана на его личность, да, вот он такой вот энергичный, вот он такой эксцентричный, да, поэтому вот он часто не слушает своих советников. Байден же в силу возраста, в силу своего менталитета, он как раз будет делать все то же самое, что ему говорят его советники, поэтому вот внешняя политика Байдена будет примерно такая же, как была у Обамы, то есть это будет такой третий срок Байдена. Ну, вот интересно, как раз говорят о возрасте и разнице в возрасте между Трампом и Байденом, хотя оно составляет всего 4 года или 3 года, и, соответственно, но воспринимается как Трамп, как более молодой лидер. Вот существует этот стереотип в отношении того же Байдена? Там разница несущественная. 3 года. Ну, 74 и 78, да, 79, но Байден, конечно, да, у него с возрастом эти старческие проблемы образуются, поэтому, конечно, Трамп на его фоне выглядит более молодым. Вот, но это вообще интересная ситуация, да, вот мы видим то, что и два основных кандидатов-президента очень возрастные, там, спикер-палата представителей НСПЛ, его 70 лет, лидер большинства в Нижней Павлите, его 79, лидер большинства в Сенате Мич Маконова 82, то есть вот такая вот керонтократия американская, да, на его место. Что касается отношения с Россией, с Владимиром Путиным, потому что Трамп, по крайней мере, на ритолическом уровне и в Твиттере, в частности, выражал восхищение российским лидерам, Байден, наоборот, как раз, судя по дебатам, опять же, высказывался в отношении России и ее руководство более критично. Что-то изменится в отношениях с Россией или это просто такая некая дымовая завеса, вот то, что говорит, не имеет большого значения, по сути? Ну, я думаю, что, конечно, да, демократы будут попытаться отомстить России за то, что вот она там четыре года назад якобы помогла и избирать Трампа, то есть, наверное, какие-то новые санкции будут пытаться ввести. С другой стороны, отношения у нас и так на таком низком уровне, что там сильно выхудшит, мне кажется, их уже не получится. Поэтому, на самом деле, примерно все то же самое будет продолжаться. Вот Байден обещал, правда, одну вещь хорошую сделать, это перезаключить договор СНВ-3 на старых условиях и продолжить его работу. То есть, наверное, вот в этом плане будут позитивные подвижки. Это договор о стратегических наступательных вооружениях? Да, да. Об оружии, вот в этом стратегическом оружии стоит как раз вот этих межконтинентальных биотерических ракетах, которые постепенно уничтожаются в Америке и в России. Ну, кстати, вот Сергей Алексашенко, с которым мы буквально вчера говорили, он отмечал, что Америка учитывает тот факт, что Россия это единственная страна в мире, которая может уничтожить Америку, да и весь мир. Соответственно, это является таким важным элементом, несмотря на то, что империи сейчас по-другому завоевывают, экспансия происходит в головах, а не с помощью армии, но тем не менее, насколько вот этот фактор ядерного паритета он важен сегодня? Нет, ну, ядерный паритет так сохраняется, то есть у России, у США там в сотни раз больше оружия, чем необходимый минимум, чтобы уничтожить две страны, тысячи этих боеголовок. Поэтому, конечно, договор с ним на три принципа правильный, потому что нужно постепенно их ликвидировать на всякий случай. Мы видим, какая там нестабильная ситуация в Америке, когда там, не дай бог, еще не с этим оружием случится, поэтому приходится и о них беспокоиться. Поэтому, конечно, да, желательно, чтобы луку постепенно становилось меньше. Насколько спокойнее может быть Европе при Байдене, потому что вчера мы, в частности, общались с политологом Федором Лукьяновым, который сказал о том, что в Европе за это вдыхание ждут победы Байдена, учитывая, что от Трампа устали и его боятся. Но вот что касается США при Байдене и отношениях с Европой все-таки. Насколько спокойнее действительно будет европейским лидером, зная, что Байден сделает президентский пост? Не, ну, конечно, Европа надеется на Байдена, потому что закончится торговая война, вот это вот противостояние единой Европы, которую теперь, видимо, возглавляет де-факто Макрон, в штангелометре уходит уже на пенсию, да, и вот его, мы понимаем, что у Трампа с Макроном личные уже, да, совсем испорченные отношения и все-таки постоянные какие-то вещи, которые делают отношения друг к другу, там то были цифровой наук на американские компании, то были тарифы на французскую промышленность, на французские всякие товары, то есть понятно, что Байден это все прекратит, поэтому, конечно, Европе выгоднее общаться единой Европе, Евросоюзу, в частности, стаблишменту европейскому выгоднее будет вести дела именно с Байденом. — 672-12-93-9 и 672-13-93-9 телефон прямого эфира, звоните, американист, политолог Малик Дудаков у нас на прямой связи, пишите в WhatsApp 2306191, задавайте свои вопросы, но если говорить о внешнеполитических таких тезисах, насколько сильно они отличаются у республиканцев и демократов, какие приоритеты во внешней политике у каждой из партий, можно ли их выделить в целом? — Во внешней политике, да? — Да. — Ну, я думаю, что, конечно, демократы будут пытаться, скажем так, откатить назад, да, вот многие вещи, которые сделал Трамп, то есть там условно снова подписать политические и климатические соглашения, восстановить иранскую сделку с Ираном, наверное, снизить накал борьбы с Китаем, восстановить отношения с Европой, но при этом возможно в какой-то степени усилить противостояние с Россией. Вот, то есть в принципе все то же самое, что делал Трамп, только вот с другим знаком. Понятно, что у них, наверное, у демократов будут немножко завязаны руки, потому что, опять же, мы видим, что республиканцы неплохо выступили на выборах в Конгрессе и вероятно, сохранят большинство сенаций, поэтому они смогут блокировать многие решения Байдена, если он в итоге станет предъявить выборов, вот, но тем не менее, какие-то вещи они могут делать, и это будет все то же самое, что делать Трамп, только с другим сном. То есть попытаться, вот так сказать, откатить историю международных отношений на четыре года назад, это вот примерно кредо Байдена в 2020. Трампу, кстати, ставят в качестве преимущества то, что он не развязал ни одной войны, и что это редкость для американских президентов. Действительно ли это можно так воспринимать, что это исключение, скорее исключение, чем правило, и почему война является столь популярной мерой, это вынужденная часто во время американского, там, за срок, за два срока каждого конкретного кандидата в президенты? Почему так? Все американские войны, они всегда обычно по одному сценарию проходили, то есть сначала был в спец популярности непатриотических настроений, потому что через СМИ там говорили, что нужно, нужно спасать там кого-нибудь, там, каких-нибудь мирных, не знаю, аубанцев, кого угнетают сербы, там, не знаю, мирных иракцев, кто станет под диктатурой Саддама Хусейна, но потом постепенно начала быстро формироваться усталость от войны, да, и поэтому там, рейтинги этой войны обычно всегда быстро падают с иракской войной или с любыми другими войнами. Трамп начал ни одной войны, это большое преимущество, да, потому что, казалось бы, вот, ну, там и Обама, и Буш, и все последние президенты начинали по войнам, Трамп не начинал. Правда, Америка уже и так ведет столько много войн, что куда же еще водить войска. Вот, тем не менее, конечно, Байден, наверное, в силу того, что у него довольно истребивные советники, он будет пытаться, будет пытаться, ну, скажем так, вот, там, как он уже объявил о том, что он там, нарастит американское присутствие в Сирии, нарастит присутствие в Афганистане, откуда Трамп там скидет войска, то есть будет пытаться, конечно, вот вернуться к тому, к той ситуации, которая имелась при Обаме. Ну, Джо Байден и Камала Харрис, насколько это успешный тандем, на ваш взгляд, и насколько справедливы вот такие замечания, что на самом деле президентом будет Камала Харрис, а не Джо Байден? Нет, конечно, президентом будет Камала Харрис, да, она будет принимать все основные решения, он будет просто их подписывать, где-нибудь через год после имнауграции Байден уйдет в отставку и скажет, что я не вошел в историю, победил Трампа, а теперь вот делаю президентом первую женщину и первую чернокожую женщину в лице Камала Харрис, то есть, конечно, примерно так все и будет. Вот и Камала Харрис спокойненько досидит его сроком, потом пойдет на выбор до четвертого года уже сам. Так все, скорее всего, свой будет, поэтому, ну, так вот, такая вот ситуация. Поэтому, конечно, да, Камала Харрис будет главным человеком в кабинете Байдена. Ну, сколько их взаимодействия можно считать действительно успешным? Их дуэт? Ну, вопрос, конечно, хороший, но, скажем так, учитывая его состояние Байдена, я думаю, что до него любую тоже был бы хорошим, то есть, вот он такой человек, кому он так, нужно просто напарник, который бы из него все решения принял. Уже старческие проблемы идут. Напомните, кстати, кто из американских президентов уходил добровольно, мы не берем сейчас Кеннеди, который был убит, уходил добровольно с поста во время своего президентского срока, ну, там, может быть, по состоянию здоровья или по какой-то другой причине. Вообще были такие прецеденты в истории? Нет, ну, Никсон же ушел, да, когда был импичмент, он решил дожидаться импичмент, ушел в отставку, его вице-президент Джеральд Форд первым указан его оправдал. Это самый ближайший пример к нам. То есть, такой все-таки этот сценарий сейчас прорабатывается, да, что Байден уйдет вскоре после инаугурации? Ну, я думаю, что он в любом случае уйдет, то есть, он не пойдет на свои перевыборы и он попробует дать какой-то гандикап Камале Харрис, чтобы она смогла поуправлять страной перед выборами 24-го года, на которых она, видимо, пойдет уже как основой он не уйдет в отставку сразу после инаугурации, то есть, чтобы там сохранить какой-то там образ приличия, будет, какой-нибудь год посидеть, а вот потом три года с Камалом Харрисом это скорее всего так будет. Ну, это в том числе вы говорите о возрастных особенностях, изменениях, да, и из-за этого вы считаете, что Джо Байден уйдет именно? Или изначально просто идея была такая, что Камалу Харрису нужно поставить на пост президента? Нет, ну, конечно, из-за возраста человеку 79 лет, он уже не всегда правильно воспринимает реальность, но, конечно, да, возраст уже его... Ну, пока 77 только, ему даже еще 78 не используется. Да, 77, 77-78, да, Ну, да, как бы человек уже вот в таком возрасте, да, сложно укралять страну, и он это сам понимает. Но, с другой стороны, если мы посмотрим на дебаты, довольно активно кандидаты, что Дональд Трамп, что Джо Байден общались между собой, и не кажется, что есть какие-то возрастные ограничения, скажем, для Байдена, или вы иначе воспринимаете? Не, ну, дебаты он провел неплохо, но там встречи с избирательным были совсем провальными, да, поэтому тут очевидно, что его там накачали всякими вяческими веществами, дебатами, чтобы он хорошо выступал, очевидно, то есть его там заставили напрячься и так далее, но это вот такая вот единичная, наверное, практика, да, и нельзя думать, что он будет на каких стероидах сидеть, или четыре года. Это уже такая подтвержденная информация у вас, что его накачали? Я думаю, это вероятная информация, да, то есть мы видим то, что как он плохо выступает на публике обычной, как он хорошо выступал на дебатах, но очевидно, что, так как ему там помогли, да, быть таким бодрым и условно отбивать атаки Трампа, вот он на конкретных дебатах, где-то президент. Ну вот еще возвращаясь к голосованию, Байден ведь получил рекордное количество голосов, даже превзошел Обаму, мы уже обсуждали, что это может быть связано с почтовым голосованием, но тем не менее, было ли в этом результате еще что-то от протеста против Дональда Трампа, что вот кто угодно, либо не он, потому что Байдена называют не самой сильной фигурой вообще в истории президентских выборов, то есть вообще удивляются, почему демократы не нашли кого-то, кто мог бы быть, по мнению, скажем так, ряда политологов, более харизматичным, уверенным и так далее. Нет, ну понятно, то что, конечно, что Байден сам по себе никому не интересен, если бы за Байден это голос против Трампа, то есть очевидно протестное голосование. Другое дело, что протестное голосование, оно всегда как бы немножко уступает позитивному голосованию. Я думаю, что не будет почтового голосования, это Трамп, наверное, вы утилил победу, но его почтовое голосование решило, да, то есть все оппоненты Трампа смогли проголосовать, возможно, даже не по одному разу. Ну а заявление Трампа о том, что он может не покинуть Белый дом, ну так конкретно он не говорил, но в частности он уже до этого заявлял, что может не признать итоги выборов, Байден говорил, что выведет его в таком случае, была такая перепалка. Вот насколько это реалистичный сценарий, что Трамп действительно не покидает Белый дом, остается и остается. И как тогда можно произвести? Никакого, конечно, сценария такого нет. Ну то есть, очевидно, что там, ну, собственно, американское правительство, там, армия, никто там, то есть Трамп не признает выборы, но он как бы покинет пост, он там не придет на инаугурацию Байдена условно, да, там он будет говорить, что выборы у него украли, будет там критиковать Байдена все четыре года, следующее, но если опять же подтвердится, вероятно, тогда подтвердится Байгстан президент. Вот, но, конечно, он не будет пытаться с него удержать власти, потому что у него просто нет инструментов, рычагов для этого. Ну что там, кто его там поддержит, какая-то верная гвардия императора, который там у власти строит, но это все, конечно, такие выдумки и фантазии, этого безусловно не будет. Будет просто то, что вот он не признает итоги выборов, будет считать то, что у него украли победу. Такого, как в фильме «Брат 2» Данила «Я остаюсь» не случится, да? Не-не-не, этого не случится, да, то есть это, ну, примерно, помните, как Кеннеди, 60-й год, возникай с Никсон, 60-й год, когда он первый раз шел на выборы, там тоже были скандалы о пассификациях в двух штатах в Техасе и в Ренойсе, где Кеннеди помогли победить, и он в итоге смог обойти Никсона на 0,13%, Никсон не признал эти выборы. Ну, как бы, непонятно, что он там не пытался держать власть, хотя он был вице-президентом действующих. Нет, просто не признал эти выборы и как бы, ну, ушел на ставку. Что касается возможных беспорядков, потому что поступает информация о том, что Национальную гвардию в определенных штатах уже мобилизует в связи с возможными беспорядками после оглашения результатов выборов. Вот насколько вероятны масштабные столкновения сторонников и противников Трампа? Я думаю, что будут выступления, будут погромы, будут столкновения, но пока мы видим то, что, конечно, масштаб довольно вяленький и нет ничего близко к тому, что было летом. Вот, я думаю, что да, конечно, ближе к введению итогов. После итогов, ближе к голосованию коллеги выборщиков будут, конечно, уличные выступления и, в общем, будет такая попытка через улицу еще заставить Трампа уйти с постом президента США. Насколько результат голосования может еще в большей степени все-таки расколоть американское общество? Как вы считаете? Оно расколото. То есть, вот демократы, они же, почему сейчас многие тоже так, ну, немножко в трауре находятся, потому что у них была очень высокая планка ожиданий, то есть, устоять там такую уверенную победу, чтобы там, условно, всем было понятно, чтобы один выиграл, да? Этого не получилось. И вот буквально и редакция Times журнала, мне кажется, правильно отметила в своем цепени публикации то, что Байден, если Байден в итоге побеждает, да, вероятно, побеждает, то ему придется управлять Америкой, Трамп. Да, то есть, как бы понятно, что там огромное население не будет считать его легитимным президентом, не будет считать его своим президентом, да, поляризация общества будет и дальше усиливаться. Вот и ничему хорошему, конечно, для Америки это не приведет. Напомним, что нам так же можно звонить 672-12-93-9, 672-13-93-9, говорим мы о выборах в США, уже не первый день, следим за тем, как развиваются события. Малик Дудаков, политолог и американист с нами на прямой связи по скайпу, так что подключайтесь, можно написать нам в WhatsApp 230-6191. Да, вот интересно, есть ли у Трампа шанс вернуться через 4 года и снова принять участие в президентской гонке? Еще один вопрос насчет Хиллари Клинтон. Можно ли сказать, что все, она ушла на покой в политическом смысле или Хиллари Клинтон как человек амбициозный, которая пыталась штурмовать в общем-то и почти победила, ключевое слово, наверное, почти. Вообще, насколько вероятно, что они вернутся? Нет, ну, Трампу есть возможность по Конституции снова выйти на выборы. Я сомневаюсь, что он пойдет, потому что он будет совсем старенький, но, наверное, он станет таким делмейкером, то есть человеком, который решит исход в следующих республиканских камерах и пробует там свой кандидат. Возможно, тоже с хамилией Трампа. Трамп-марча, который тоже рассказывает свои политические амбиции. Хиллари Клинтон говорила о том, что в случае победы Байдена она готова занять пост в его администрации, но, с другой стороны, она вот такой вот человек, который уже прошла этой партии, поэтому я сомневаюсь, потому что молодая поросль демократа согласится ее видеть в кабинете Байдена. Поэтому я думаю, что, конечно, этого, наверное, не произойдет, хотя, наверное, аж какой-то какая-то какая-то остается. Но Хиллари Клинтон и ее фигура, и ее и триумф, и трагедия, потому что она была главой госдепартамента и, в общем-то, действительно, высоко поднялась в этой иерархии, но, тем не менее, не смогла совершить этот последний шанс. Можно ли сказать, что трагедия Хиллари Клинтон в какой-то степени, то, что она не добралась до этого самого высокого места? Ну, понятно, что была трагедия. Понятно, что она очень сильно переживала по этому поводу. Мы все помним, в 16-й год. Когда она ушла из публики, там, жила где-то в домике три месяца, переживала бы. Конечно, это и личная трагедия, безусловно. 672-12-93-9 и 672-13-93-9 Звоните нам. У нас несколько минут остается до конца эфира, так что, если будет звонок, мы успеем его принять. Ну, и пишите в WhatsApp 230-619. Да, и вы упомянули про сына Трампа, но вот что касается сравнений президента Трампа с главой Беларуси, Александром Лукашенко, появляются сейчас такие мемы, что Трамп тоже в бронежилете, с автоматом в руках, ну, условно, удержит Белый дом. Понятно, что это такая ирония. Ну, проводит параллели с главой Беларуси. Насколько, на ваш взгляд, можно здесь найти какое-то сходство? Нет, ну, это понятно, что это очевидно такая вот ирония либеральной публики, да, вот, кто там и против Лукашенко, и против Трампа, и пытается найти сходство двух президентов. Ну, понятно, что как бы система совсем разная, выборы совсем разные, и никакого Трампа в бронежилете мы не увидим. Ну что ж, спасибо вам, что нашли время и вышли в прямой эфир нашей программы. Благодарим вас. Политолог, американизм Олег Дудаков был с нами на прямой связи про выборы в США. Мы говорили и продолжим еще обсуждать вместе с вами, уважаемые радиослушатели. Так что оставайтесь с нами.